В эфире информационного канала Севастополя программа в контексте. 22 сентября Православная Церковь празднует 120-летие обретения мощей святителя Феодосии Черниговского. У нас в студии настоятель храма святителя Феодосии Черниговского протеерей Алексей Латушка. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. В первую очередь, конечно, хотелось бы узнать несколько исторических фактов об этом человеке, о Феодосии. Расскажите об этом чуть подробнее. Ну, вообще, очень мало известно об этом святом. Многие люди не знают, в нашем городе задают бывают такие вопросы, почему именно в Севастополе храм святителя Феодосии Черниговского, где находится Чернигов и где Севастополь. Ну, очень много исторических документов, архивных, которые говорят о том, что этот храм был до революции. В этом году юбилейная дата, 120 лет со дня обретения, перенесения и прославления мощей святителя Феодосия Черниговского. И также вот сегодня праздник очень большой. Наш приход, храма святителя Феодосия Черниговского, сегодня празднует престольный праздник. Сегодня была праздничная литургия. Эту праздничную литургию возглавил наш благочинный, протарей Сергий Халюта. Очень много было людей. В сослужении было семь священников. Ну, и чувствовалась такая праздничная обстановка. Люди очень были довольны. Вот. Это говорит о том, что храм нужен нашему городу. Вот. И о святителе Феодосии можно сказать, что этот дивный угодник Божий жил в 17 веке. Вот. Он был архиереем, возглавлял Черниговскую кафедру. Очень много сделал для Церкви Христовой. Ну, для многих людей он является примером подражания любви. Он жил для людей. А когда человек живет для людей, то этим самым он как бы живет как бы и для Бога. Потому что, когда мы оказываем помощь людям, ну, ближним, какие-то добрые дела делаем, и тем самым мы оказываем помощь как самому Господу. Помимо того, что он сделал очень много для Церкви, он еще и много сделал для государства российского. Так. Он объединил землю русские. Каким образом? В тот период времени, когда жил святитель Феодосий Черниговский, это был 17 век, были разъединены южные и северные земли России. И святитель Феодосий Черниговский, он пользовался очень большим авторитетом. Не только среди православных людей, но даже среди людей иных конфессий. Вот. Его уважали князья, к нему прислушивались. И он участвовал в переговорах. И после удачных переговоров воссоединились северной и южной части России. Это можно сказать, как на сегодняшний день объединилась Украина и Россия. То есть, вот именно вот эти территории. Ну и известно также о святителе Феодосии Черниговском то, что в 1896 году, это был именно тот год, когда было прославление мощей святителя Феодосия Черниговского. Николай II, император, он только заступил на престол. И он участвовал в прославлении мощей святителя. Он прославил его в лике святых. Собирались различные документы. На протяжении 200 лет он почил в 1696 году. Кстати, в этом году тоже юбилейная дата. Получается уже юбилейная дата 320 лет со дня, как он приставился. И 120 лет со дня его прославления мощей. И в этих торжествах участвовало 190 тысяч человек. Ну, конечно же, есть такая закономерность. Как только прославляется новый святой, то и в честь этого святого строится новый храм. И в 1902 году в нашем городе, в районе железнодорожного вокзала, возле Южной бухты, появился новый храм. По указу Николая II этот храм назвали в честь святителя Феодосия Черниговского. Любой храм, он имеет имя. А этот храм был назван в честь этого великого угодника Божьего. Что касается самого храма? О самом храме я могу сказать, что есть очень много архивных документов. Некоторые документы даже рассекречены. И очень много информации интересной. По архивным данным, 1700 человек это были прихожане этого прихода. Я общался с людьми, которые приняли крещение в этом храме. Буквально недавно представилась Лидия Павловна Суханова. Она была прихожанкой этого храма. Она показывала свидетельства о рождении, которое выдали в этом храме. Раньше, до революции, священник был как человек-гослужащий. Выдавал свидетельства о рождении, свидетельства о браке, свидетельства о смерти. Не было ЗАГСов. И вот она показывала этот документ. Я своими глазами видел, написано, что свидетельство о рождении выдано в храме сителя Феодосия Черниговского. Также известно о том, что в 1913 году в торжественной обстановке была на том месте заложена колокольня, которая была построена на средство 300-летия дома Романовых. По преданию, это место посещала царская семья. Рядом там располагался царский поезд. И в районе морского вокзала, вот где сейчас находится морской вокзал, там пришвартовалась яхта «Штандарт». И, по всей видимости, царская семья посещала этот храм. Храм был достроен в 1915 году вместе с колокольней уже окончательно. После Октябрьской революции храм был закрыт. Он был переоборудован под клуб, клуб железнодорожников. И сохранились такие интересные данные, где настоятель, он уже не имел права посещать этот храм, это здание. Вот он пишет письма о том, чтобы общине предоставили возможность посещать это помещение. Также известно о том, что когда во время Крымской войны вывозили городские ценности французы, они вывезли колокол, который сейчас находится на Херсонесе. И также еще были вывезены два креста, которые были сняты с двух храмов с корабельной стороны. И когда колокол вместе с крестами вернули городу, то настоятель обратился к руководству, к епархиальному, просил о том, чтобы колокол передали для колокольни храма сетиля Феодосия Черниговского. Ну, как вот в документах пишется, ему аккуратно отказали, но за него не забыли, передали один из крестов. Этот крест находился в Покровском соборе, а потом на карете торжественно крест через Большую морскую вниз к железнодорожному вокзалу перенесли и подрузили на храм сетиля Феодосия Черниговского. Ну, когда храм закрыли, настоятель пишет письмо, вот я читал документы о том, что крест лежит у подножия храма, и он говорит, что он имеет историческую ценность. Ну, и в переписке там указывается о том, что как-то таковых документов нет, но на самом деле есть, они такие отписки делают. И было распоряжение о том, что крест убрать. И потом в дальнейшем уже из секретных архивных документов узнаем о том, что пишут, что металл хоть был и скверный, тяжело подавался в арке, но мы нашли ему применение. Пустили его на колки для привязки шпалу. А колокола убрали, тоже куда-то вывезли. Ну, и храм находился в таком заброшенном состоянии. После Великой Отечественной войны храм был частично разрушен, и уже в дальнейшем он на сегодняшний день используется как канализационно-насосная станция. Это КНС номер три, которая, ну, она рабочая, КНС-ка. Через, получается, этот храм проходит все канализационные стоки со всей корабельной стороны. Ну, многие люди иногда воспринимают, конечно, с недоумением, как же вот храм и находятся в поругании. Но я хочу сказать, что храм, он как святыня, он как золото. Если, например, бросить золото в грязь, оно всегда остается золотом. Так и на том месте, где раньше совершалась литургия, там стоит ангел невидимый, который освещает это место. Ну, и многие люди забыли уже об этом храме, потому что город был закрытый. И я помню такой период времени, когда считали, что достаточно одного храма на весь город. Старый храм, который у нас никогда не закрывали, это храм всех святых, который на пожарах. Ну, многие принимали там крещение. И храмы, как правило, были все закрыты или заброшены. И вот вспомнили об этом храме в 2004 году. Наверное, вы помните, когда на Красногорке лежала донная мина времен Великой Отечественной войны. Ну, что произошло? Эту донную мину подняли в районе Камышовой бухты. Камазом завезли на Красную горку. Там ее сбросили в пункт металлолома. И два человека погибло, когда они ее разбирали. И возникла опасность о том, что взрывной волной может снести автовокзал и жидовокзал. И близлежащие окружающие дома. И вспомнили об этом храме. Вот молились святителю Феодосию Черниговскому. А люди издревле его почитают, как пламенного молитвенника, чудотворца. И произошло чудо. Хотя, говорили специалисты, надо взорвать на месте. Но его удачно вывезли. Взорвали ее на полигоне в Хмельницком. И сразу же после этого руководство города приняло благодарность за вот такое чудо. То, что город был спасен от беды. Строить храм. В честь святителя Феодосия Черниговского. Рядом со старым храмом. И в закладке и в этом мероприятии участвовал блаженнейший Владимир, митрополит Киевский. Митрополит Лазарь, Симферопольский, Крымский. Много было жителей города, руководства железной дороги. Вот в торжественной такой обстановке была закладка нового храма. И вот начиная уже с 2004 года, начинается как бы новая жизнь. Но если говорить о храме, все-таки он пережил достаточно много. Особенно важные такие моменты были переломные. Это, наверное, все-таки революция 1917 года и Великая Отечественная война. Когда вот храм действительно сильно пострадал. А Феодосию Черниговскому о чем вообще молятся люди? Ну, ему молятся как чудотворцу. Ну, его почитают люди. Как Николай чудотворца почитает. Почему? Потому что, ну, обращаясь к нему, люди получают по своему упрошению. Ну, в первую очередь мы не должны искать какого-то чуда. А мы должны искать на примере святых угодников Божьих пример подражания. То есть, если человек имел любовь к ближнему, то на примере святых угодников Божьих мы должны воспитывать будущее поколение, своих детей, вот, ставить потомство в пример, что нам необходимо быть милосердными, подавать милостыню нищим, искать всегда мира, вот, объединять, а не разъединять. Вот. И мы должны, как бы, и народы тоже объединять, вот, стараться. Вот. Вот. Ну, и стараться подражать тем добродетелям, которые имел святитель Феодосий Черниговский. И есть такое изречение одного святого, который сказал, что то место, которое без храма, это мертвое место. И вот помню, когда мы пришли первый раз на это место, там было много мусора, бухта какая-то мертвая была. Вот. И когда уже начали постепенно восстанавливать храм, и появился крест с куполом, то это как сердце забилось в бухты. Вот вниз, когда съезжаешь на машине или спускаешься, видишь, как в южной бухте, вот, именно стоит храм, и аж радуется сердце. Вот. Ну, и сам по себе храм, он является местом, где человек, ну, как в корабле, он получает то место, где он может найти покой. То есть человек всегда перед дальней дорогой, а вообще храм святителя Феодосия Черниговского, он в какой-то мере является как визитной карточкой нашего города. Это как ворота, в которую человек въезжает в наш город. Попадая в район железнодорожного вокзала, человек первым делом увидит храм и может поблагодарить Бога. А если, например, отправляется в дальнюю дорогу, он, придя в храм, может попросить благословения перед дальней дорогой, поставить свечи, помолиться, заказать записки за путешествующих. Этот храм очень нужен нашему городу. Я думаю, по молитвам святителя Феодосия Черниговского, храм будет возрожден. И не только севастопольцы, но и гости города смогут посещать этот храм. Обязательно так и будет. Спасибо большое, Алексей, за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию и рассказали эти исторические факты. Это была программа «В контексте». У нас в студии был настоятель храма святителя Феодосии Черниговского, протеерий Алексей Латушка. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин